Среди 30 участников соревнований сварщиков всего одна девушка. Ларису конкуренция со стороны парней не пугает. Я ничего не боюсь. Мужчины боятся меня. У каждого студента три одинаковых задания и 20 минут на их выполнение. Так что времени терять нельзя. Но Лариса своей работой осталась недовольна. Второй сорт не брак. Некрасиво получилось. Волнуюсь. Самое важное в соревнованиях безопасность. Плотные робы, краги. Но главное сохранить глаза. Обжечь сетчатку на языке сварщика звучит как «поймать зайчика». Когда зажигается искра, сварщик должен предупредить всех. Сказать «глаза». Это самое главное слово перед тем, как он начинает варить. Ну, соответственно, тот, кто не успел закрыть глаза, он поймал зайчика. Чревато тем, что на короткое время можно немножко потерять зрение. То есть немножко ослепнуть. Наш оператор даже напрямую не снимал сварку. Дуга такая яркая, что можно повредить камеру. Ощущение незабываемое. Металлургическое производство в миниатюре. Температура дуги превышает 4000 градусов. Так еще попробуй поймай эту дугу. Галина Ивановна 40 лет проработала сварщиком. Она в оценочной комиссии. Говорит, что лучшие работы видно сразу. Вот стык хорошо сваренный. Видите, вот кусочек сваренный неплохо. Поэтому есть ребята от бога сварщики. На герметичной швы проверяют под давлением. Пузырьки явный признак брака. Свищ, сквозное проплавление металла, сквозной дефект. Мы такие швы не оцениваем. Победителем признали студента Донецкого индустриального техникума, где проходили соревнования. Для Андрея Бондарева сварка это уже искусство. Он сделал дерево к Евро-2012, а к юбилею факультета изобразил двух сварщиков на отдыхе. Один жарит шашлыки, а второй стоит уже отмечает. Как на рабочем месте они. Победителю вручили кубок. Его сами не варили, а просто купили в магазине. Дмитрий Кочергин, Александр Соколов, телеканал «Донбасс».